Субтитры создавал DimaTorzok Борьбу пришел я, у меня друг школьный, мы с детства дружили, он раньше не начал ходить на борьбу, потом он говорит, вот так на тренировке хожу туда-сюда, не хочет, и Сим один раз пошел, посмотрел, правда, первый раз когда зашел, думаю, маленький, правда, мне показал зал большой, люди там, еще раз пошел, и мне это понравилось, и потом я отцу говорю, пришел домой, я хочу типа на тренировки ходить. Но это как бы не было такого, чтобы я прямо сразу вник в это, все школьники, ребята тогда ходили, и мне тоже захотелось как бы чем-то занять себя, как бы это как модно было. А что тебя привлекло в этом виде спорта? В начале, видимо, вот то, что ребята ходят, как бы вот так я пошел, наверное. Ходил, оставлял, ходил, оставлял, правда сказать, меня мама изначально не пускала, она против была очень сильно. Даже вот, не знаю, до 17-16 лет она против была. Я были моменты, когда из дома убегал, она не пускала меня, что только не делала, чтобы я не ходил. Были моменты, когда я ее не слушался, все равно шел на тренировки, она из-за того, что злилась, она меня домой не пускала. Я у бабушки жил, неделю было так, жил, 10 дней. Я, наверное, сильно начал втягиваться в это. Тогда кассеты я смотрел, я схватки тогда Сакиевых, братьев. Когда Сакиев тогда боролся с этим, этот Лайпальд, очень сильные схватки были у них, завязки. Ихни, Заура Батаева тогда. Я очень сильно любил смотреть. Я мог одну кассету посмотреть в день только 10 раз, перематывать обратно, обратно. Вот то, что я видел, там красивые приемы, я обязательно в зал приду на следующий, обязательно я ее сделаю. То есть можно сказать, что Буайсар Сакиев является идейным вдохновителем твоего интереса? Ну да, не то, что только он. Те люди, которые боролись красиво, приемы делали, я всегда любил, кто бы он ни был. Я просто любил смотреть в борьбу, где есть приемы. Я никогда не любил, даже сейчас не люблю людей, которые толкаются. Они борьбу превращают в сумму. Бывает, тебя бросают тоже, но это без этого тоже не бывает. Когда человек борется, может я там... Вот сегодня, допустим, я боролся, меня как запустили на тренировку. Это часто бывает такое. Хоть бросают, мне нравится сильно, не знаю. А вот связано ли нежелание твоей мамы, чтобы ты занимался этим видом спорта, с тем, что борьба в сознании многих людей ассоциируется с невысоким ростом, и что она препятствует развитию полноценному, имеется в виду, в плане высокого роста человека, да? То есть, чтобы она замедляет рост, по некоторым данным, или чем-то другим? Нет, именно этим связано. Потому что я здесь очень был маленьким. Никогда не думали, что я в 65 буду бороться. Все думали, что я маленький буду, потому что я, когда школу заканчивал, это было 2007 год, у меня 45 килограмм было, я на Европу поехал, на 46 по юношам. В основном я начал расти после 18, потихоньку вес набирать. Потом я 50 боролся молодежью, это в 2008 году. Потом 55, потом 60, у меня вот каждый год вес как бы рост. И сам тоже рост. Что для тебя борьба сейчас? Смысл жизни? Я живу этим видом. Не то, что вот как бы, это для меня как работа, то, что я люблю. Вот я не представляю свою жизнь в данный момент без борьбы. Хоть у меня травма будет, хоть надо вес гонять, хоть как бы не было. Когда я не учу, я только в зале могу забыть об этом и спокойно тренироваться. Да, обо всем я забываю, только в зале. Как ты оценишь свою физическую форму за три недели до старта чемпионата Европы? Сейчас, честно сказать, я не могу какие-то оценки давать в свое состояние. Потому что у меня букет травм было. До сих пор это всегда было у меня. Есть, наверное. Я думаю, таких спортсменов очень мало, у которых нет травм. У любого спортсмена травма бывает. У меня, я думаю, очень много их. Но это, я думаю, не помещает выступить. В психологическом плане? В психологическом плане, конечно, всегда готов на свой хороший. Скажи, пожалуйста, в психологическом плане ты себя считаешь устойчивым спортсменом? То есть у тебя вообще часто бывает мандраж перед схватками? Мандраж это... Представь этого волнения, мы знаем. Да, я понял, да. Ну, как сказать, это, я думаю, у любого спортсмена, какой бы ни был, это не мандраж, это волнение, когда он уходит. Когда человек настраивается, если ему безразлично это все, вот ты вышел, проиграл, чисто погулять, у него не бывает ни волнения, ни мандража, это ненормально. Человек должен обязательно переживать. Переживать в том плане, исходить, схватки какой будет. Как получится все это? Это нормально все. Я думаю, у любого спортсмена такое есть. Переживание, волнение. Себя считать, вот в последнее время, если я сам себя оценку дам, я думаю, я более-менее устойчивый стал. Потому что я раньше, больше, как бы, когда мне говорили перед сладкой или там до турнира какого-то, говорили, я прислушивался к этому. И это как-то меня загоняло в угол. Я выходил, делал уже ненужные вещи. Выходил, боролся за него тоже и за себя тоже. И это меня, как бы, изматывало. И я лишние баллы отдавал, брал и подуставал уже на третью часть. А сейчас я выхожу, как умею бороться. Борюсь без лишних, без суеты. Как-то полегче намного. И более такой устойчивый, я думаю, стал психологическим планом тоже. Кстати, на недавнем турнире в Болгарии, Данколову, по-моему, называется. Ты в первый день схваток, несмотря на победу, выглядел бледной тенью самого себя. Потом уже выяснилось, что ты себя плохо чувствовал и у тебя упало давление. Что в итоге произошло? Да, у меня давление упало. Мне, это после первой схватки, врач тоже наш, Саид Гиреевич, он мне говорит, давление померил, он говорит, может, снимем тебя. Я говорю, нет, как бы, да, борюсь, дальше больше посмотрим, как будет. Но я себя очень плохо чувствовал. В плане, вот, я одно движение делал, у меня голова окружилась. Я все время за наколенник этот хватался. И мне все думали, колено болит. А у меня колено не болело. То, что я в себя не мог прийти, я хотел как-то время потянуть, в себя прийти, и чтобы я нормально боролся дальше. Или носки поправлял. Я думал, с ватками будет легче, но не было. Даже вот финал тоже так прошел. Оказалось, потом выяснилось, что я чуть перегруженный был. Свежести не было, и вот такой я подуставший, как бы. Не было такого азарта. И вот там боролся, я ни на одной схватке не получил никакого удовольствия. Обычно я, когда борюсь, даже на тренировке, я удовольствие получаю от борьбы. Вот там, честно сказать, не было ни одной схватки, даже один период, даже, чтобы я удовольствие получил. Вот все схватки были как бы на волоске. Еле как вытаскивал. Ну, выиграл-то, выиграл 70 килограмм. Но я думаю, я бы мог получше выступить. Выступать на домашнем чемпионате Европы перед своими зрителями – большая ответственность? И не будет ли она на тебя давить чрезмерно? Ответственность, да, само собой, она всегда есть. Хоть не домашний чемпионат, хоть какой бы ни был, когда ты представляешь, как бы, свою страну на международных соревнованиях – это всегда ответственность. У себя дома, это, я думаю, перед своими, как бы, земляками, перед болельщиками будет, конечно, ответственность еще сильнее. Но, честно говоря, мне это нравится более, когда бывает ажиотаж, вот этот шум. Индии, когда мы выступаем в лиге, там тоже такое шоу они делают. Честно говоря, когда ты такой выходишь на сладкую, сонный, вот этот звук, вот этот шум, ты в себя проходишь и как бы настраиваешься. Меня подбадривает это все. А в твоей карьере был сложный этап, ты сломал ногу и выбыл на длительный период. Вот что тебе помогло преодолеть его и выйти на еще более высокий уровень? Я вот 2000, по-моему, точно не могу сказать, могу ошибиться. В 10-м году, по-моему, ногу сломал. В 10-м? Да, ногу сломал. Да, было сложно, конечно, я через сколько, через 20, после гипсона на 24-й день я на ковер ушел, перелом. Мне сказали, что 2 месяца вообще нельзя, но я на 23-й или 4-й день ушел на ковер. Програлся на ковер уже, да? Да. Я ее даже пораньше хотел снять, но просто родители не давали. После этого опять были у меня там, я 2 раза сотрясение получал, тоже выбывал на полгода, на 3 месяца. В этом плане, как сказать, меня сильно поддерживали родители. Всегда. Мама, конечно, говорила, нет, нет, это тебе не нужно, вот твои травмы, то, другое. А отец меня всегда поддерживал. Ты хочешь, говорит, есть желание, иди до конца, я тебя буду поддерживать. А есть ли у тебя какой-то свой ритуал, как справляться со стрессом? Что ты делаешь? Может быть, какое-то хобби твое, которое тебя отвлекает от этих негативных мыслей? Когда у меня травмы, я всегда на рыбалку, обязательно. Я вот там успокаиваюсь. А когда у меня какие-то стрессы в жизни, ну, всякое бывает, бытовое, там, семейное, я только на ковре, тренировки. Я когда в зал захожу, спускаюсь, на ковре, все, я обо всем забываю, наверное, я вот в мире борьбы, как бы. Я выхожу, опять это все начинается. Ты упомянул о рыбалке, много рыбы ловишь? Ну, в последнее время никак не получилось. Вот последний год, вот в 15-м году перед Россией за месяц я ногу подвернул. Не подвернул, просто связки порвал голеностоп. МРТ сделал, у меня нога огромная была. Я на костылях ходил, я думал, все, уже чемпионат России. У меня нога сама вылетела, там. Ну, короче, я где-то дней 10 на костылях был. Я все это время костылями ехал на море, здесь у нас речка есть, неподалеку от нас, километров, да, на рыбалку. Ну, это тогда чуть прохладно было, правда. На рыбалке был, сидел, забывал то, что у меня травма. Но я хотел очень выступить на чемпионате России. Я думал, не получится. Потом на сборы поехал, чуть получше, лучше, и этот чемпионат России мне так, как бы, удачно я выступил. Рыбалка помогла тебе восстановиться. А что в рыбалке тебе нравится больше всего, процесс или результат? Больше процесс. То есть, не столько кушать любишь, столько ловишь, да? Ну, я рыбу сам люблю так. Именно когда я сам ловлю, я просто ловить люблю. Не прямо такое, чтобы их ловить, чтобы кушать. Да, просто в этот момент отвлекаешься психологически, расслабляешься, да, душой отдыхаешь. Расскажи, пожалуйста, про свою физическую подготовку. Какое ты внимание ей уделяешь, и что она значит в современной борьбе? Я себя в плане, вот, многие спортсмены сейчас очень профессионально подходят, в физическом плане, в функциональном. Я в этом плане очень несерьезный. Я, это неправильно. Тем более, у меня уже возраст. Я, я могу так и режим не делать. Это, конечно, это убивает организм. Вот эта травма тоже, я думаю, от этого многие у меня. Качка это не мое. Кросс это не мое. Единственное, что я, наверное, за счет этого и борюсь, я люблю бороться. Бороться, бороться, люблю. Но качаться, бегать это не мое. Я в год один раз могу 20 дней покачаться. Это все хватает мне. Бегать то же самое, на сборах только. И то там, даже у меня вот, я операцию сделал в сентябре. Из-за того, что операцию сделал, тоже не бегал. Так легкие пробежки, не было такого. Вот американцы, я сейчас приведу пример, Кайла Снайдера, потом еще других спортсменов, например, Дэвида Тейлора. Они традиционно делают упор на физическую подготовку. Вот вы, борцы российской сборной, намеренно идете другим путем, делая основной акцент на техническую подготовку? Или само оно так вытекает из своего? Вот сейчас, которые, именно сейчас, которые борцы сборной, они сейчас уже акцент делают на качку тоже очень. Я раньше, я очень сильно следил, вот когда маленький был, тогда были Академия борьбы, журнала. Там фотки бывали со сборов. Я смотрел, у них не было такой качки, вот как сейчас кроссфит эти. Они больше на ковре, на ковре работали. А сейчас ребята, вот сборная, они качаются, всякие кроссфит, не знаю, ну, всякие новые новшества. А американцы, в основном у них на функционал, они же не устают, за что это они борются. Вот именно этот Тейлор, Тейлор, вот он мне нравится из американцев, как борется. Он очень пластичный такой, техничный. А вот я просто следил за тренировками Кайла Снайдера. 200 килограмм жмет штангу от груди, по 70 килограмм в каждой руке гантели. Наши, его соперники из сборной России по борьбе, кто-то использует такие веса и вообще тренируется по такой методике? Может, ты знаешь? Я вот прям сам не видел, ну, я знаю ребята, которые качаются. Ну, я думаю, 200 килограмм зачем? Ты же не будешь выходить с 200 килограммовым. Ну, видимо, есть какие-то плюсы в этом. Человек, который уже вот два раза чемпионом мира стал, олимпийский чемпион. Ну, я бы так не тренировался, я бы не смог. Просто это бы мне не подошло. А вот мощь понятна, например, да? Они фактурнее американцы, они мощнее бывают, чем наши спортсмены. Вот именно конкретно в плане, в аспекте выносливости. Чувствуешь ли ты, что им уступаешь или же нет? Или это вот в спадке? Я не только американцем, я, наверное, многим уступаю в выносливости. Я в этом плане не могу похвастаться. Я очень слабый. А как ты решаешь этот момент? То есть, например, ты начинаешь, у тебя хватает, ну, сил у тебя хватает в основном на первый только период, да? И дальше уже потом... Нет, я когда вот, я понимаю, с кем я ухожу, я рассчитываю свои силы, обязательно. Человек должен, если он профессионал, он должен рассчитывать свои силы. Вот у меня раньше этого не было. Я мог отдать первый период все свои силы, потом второй, третий период, или мог первую схватку отдать все свои силы, вторую схватку там устает, потом третью вообще. А сейчас этого нету. Я рассчитываю свои силы. Я вот чувствую, где нужно взять балл. Возьму, спокойно отстаю. А может быть, тебе сейчас сделать небольшой акцент в сторону физической подготовки, в сторону выноса, если там кроссфитом увлечься, как считаешь, это тебе поможет? Я думаю, я всю жизнь вот боролся. Кроссфит, я не знаю, как на меня повлияет. Я бы просто так для тонуса накачался бы, как бы, откачал бы себя. Но не больше. Я думаю, это бы мне не подошло. Я вот это пластичность, вот когда я борюсь, я сам-то такой не пластичный, а в борьбе как-то она, как-то, как-то пластично получается все. Вот это все потеряю, мне кажется. Ильяс, расскажи, пожалуйста, про свою диету. Что любишь и каким блюдам отдаешь предпочтение? Больше, наверное, я мясное люблю. Мясо, вот сушеное мясо, колбаса. Я очень, можно сказать, и по этой еде, когда дома не было, я очень скучаю, да, где бы я ни был. А в период подготовки к соревнованию? Ну, в период подготовки, правда, я не кушаю за 10 дней хотя бы, минимум. Потому что от сушеного мяса, оно чуть соленое бывает, постоянно воду хочется пить, и она как бы задерживает воду в организме. А вот конкретно в момент, когда ты гоняешь вес, насколько вот тяжело тебе это дается? И вообще, вот какое ты внимание уделяешь весогонке? Заранее ли ты начинаешь готовиться к ней, или же уже в самый последний момент? Ну, честно сказать, я к этому очень профессионально отношусь, и я считаю, что я не умею гонять вес. Ну, если я заранее подходил бы, хотя бы за 10 дней, было бы намного легче. Я за 3-4 дня вот так как-то убираю. Я сладкоежка сам по себе, очень люблю сладко, и за счет этого у меня трудно уходит весь, как сладко задерживает, этот жидкость в организме. О смене весовой категории не задумывался, или это возможно только по окончании олимпийского цикла 2020? Я-то вообще хотел 70 перейти, вот сейчас уже с этого года как бы. Ну, то, что 65 – это олимпийский вес, мне хочется, конечно, в олимпийском весе бороться, хоть и сложно, но я постараюсь держаться до конца цикла этого 65. Ну, я на турнирах буду, конечно, бороться 70, а вот на основных стартах 65 буду стараться бороться 65 только. Насколько велика роль тренера Магомеда Магомедова в твоих успехах? Вот эти мои успехи, то, что я таким спортивным стал, наверное, бы я ничего не добился, если бы не мой тренер. Это, как и моя работа, как бы мой труд, и то же самое тренера, потому что тренер все отдает. Он, как и я днем и ночью на ковре, вот очень много нервов теряет. Мой тренер именно, бывает тренера очень такие, в плане вот, ну, все время там приемы, прием показывает. Мой тренер, да, показывает приемы, но мой тренер, как у него качество человеческое, очень. Он, он может сказать, видит, когда у тебя что-то со здоровьем не так, он может сказать, все, не надо. Хоть ты рвешься в бой, он говорит, не надо, гонять не надо. Он действия мне не давал гонять, все время говорил, на большой вес, Борис, а я часто слышу, у многих ребят, что тренер там заставляет, он, как бы, тренер хочет, чтобы он боролся на маленький вес, на вес меньше, а с моим тренером, наоборот, мой тренер всегда говорил, переходи, переходи, набирай, кушай. Ему, знаешь, то, что не только результат, и большее значение имеет мое здоровье, он больше акцент делает, чтобы у него были ученики здоровые, не только вот результат, ты должен, во что бы ни стало, чтобы ты должен для него чемпионом быть, там, выигрывать, хоть тебе плохо будет после этого, нет, он, в первую очередь, думает о твоем здоровье, только потом о твоих результатах. То есть поговорка, тренер это второй отец, в твоем случае, имеет полное, наполнено смыслом, да? Да. Имеет отношение. А вот твой тренер, рассказывая о твоих главных соперниках, упомянул имена Владимира Хинчагашвили и Хаджи Алиева. Вот понятно, что это действительно люди, которые в последнее время добились максимальных высот в вольной борьбе, вот считаешь ли ты их самым главным соперником, или же ты можешь в их ряд поставить еще кого-то? Конечно, в их ряд я могу поставить Мурада Гаджиева, который тоже наш земляк, за Польшу выступает. Он именно вот в последнем турнире в Киеве, он их обоих выиграл. Одного за выход в финал, другого в финале. Ну, там еще будут ребята хорошие. Я сейчас не могу вспомнить, кто и как там, из других стран, какие будут ребята. Ну, я думаю, не будет слабых соперников. Понятно, что ты уже являешься чемпионом Европы, имеешь шанс повторить это достижение, но вот на данный момент, какая для тебя главная мотивация в спорте? Для меня мотивация? Чего бы ты хотел добиться еще и какова конечная цель твоих выступлений в вольной борьбе? Цель, наверное, как у любого спортсмена, который выступает в олимпийских и так спорта, олимпиада это. Победа в олимпиаде? Да. Вот моя цель олимпиады, конечно, хотелось бы на мир тоже попасть, выступить там, выиграть, конечно. Ну, самая большая цель это олимпиада, олимпиаду выиграть, потому что олимпиада это не чемпионат мира, не чемпионат Европы, это только 4 года, один раз ты олимпийский чемпион, ты на всю жизнь. Когда ты чемпионом мира становишься, через год, говорят, ты экс-чемпион мира. А вот если представить, я, конечно же, тебе желаю побед во всех твоих турнирах, но вот если представить, что ты сейчас прям завершил карьеру, ты был бы ей доволен? Ты доволен тем, что ты добился? Нет. Потому что... не было бы правильно, чтобы я просто так оставил вот сейчас, как бы стал чемпионом Европы, все это для меня хватит, мой потолок, но это не потолок для меня. Ну вот, среди твоих соперников, это безусловно, достойные имена и Владимира Нечигашвили, и Хаджи Алиев, но я бы не сказал, что они тебя превосходят явно, то есть моментами они могут выиграть, моментами можешь ты выиграть, но вот конкретно, если бы в твоем весе был бы какой-то человек, который явно тебя превосходил бы, это на тебя как бы, какое бы воздействие оказало бы? Мотивирующее, да? То есть ты бы, вот как-то я помню, ты в каких-то интервью говорил, что ты не можешь, тебе не дают покоя мысль, когда ты, когда есть какой-то лидер, которому ты бы, ну, возможно, уступил бы, ты бы тренировался бы днем и ночью и сделал бы все возможное для того, чтобы победить его. Это на самом деле правда? Да, я думаю, любой спортсмен должен стремиться к лучшему, вот соперник, допустим, сильнее тебя, мы когда равняемся, хотим его выиграть, мы растем на этом. И человек должен себе ставить цели не выиграть того человека, который всегда выигрывал, а выиграть того, кто лучше него. То есть авторитета для тебя в БП не существует? Нет, это не только мне, это, я думаю, любому спортсмену так и должно быть. Это не значит, что он чемпион мира, олимпийский чемпион, это не значит, что он непобедимый. Нет людей непобедимых. И человек должен себе ставить цель выиграть самого лучшего в своем весе и быть лучше него. Потому что всегда в спорте приходит молодой, другой уходит, какой бы он ни был величайшим спортсменом, это всегда так было. А вот расскажи, пожалуйста, про свои, в спорте понятно, в жизненной цели, как и вы твои. Что для тебя сейчас самое главное в жизни и вообще, какую видишь ты свою миссию в жизни? Я думаю, чтобы мои родители, в первую очередь, конечно же, чтобы не сказали, вот у нас такой сын, как бы, как бы, оправдать их надежды, как сын достойный. Не спортсмен, а вот человек, который достойно, как бы, себя повел по отношению к старшим, по отношению к ним, свои родни. Я считаю, это самое главное, что человек должен быть лучшим для своей семьи, для своих родных. Да, спортсмен, спортсмен это, но семья, я думаю, превыше всего, как бы ни было, потому что это спортивная жизнь, она очень коротка, потом нам дальше жить, и я думаю, человек должен себя показывать всегда, какой бы он ни был величайшим спортсменом, себя должен показывать с хорошей стороны и хорошим отношением к своей семье. Сына ты родил, дерево, не знаю, посадил ли, что еще, вот, чего бы ты хотел добиться, помимо всего этого, какую-то, например, какую-то деятельность, либо же там, какое-то занятие, что тебя всегда интересовало, и на что у тебя не хватало времени во время твоей спортивной карьеры. Есть что-то такое? Честно сказать, я вообще не задумывался о чем-то другом, кроме, вот, именно, в сфере спорта. Я после борьбы тоже себя вижу только в спорте. Тренером, да? Ну, не прям тренером, тренер, ну, да, может, тренер, спортивный функционер, да, как бы там ни было. Ну, не знаю, я люблю именно свой вид спорта. Я думаю, вот, после борьбы тоже, ну, когда завершу карьеру, я останусь в ней, как тренер, или как, не знаю. Это, наверное, единственное верное решение, потому что, когда ты любишь это дело, когда ты живешь им, то ты можешь принести максимальную пользу не только себе, но и новым поколениям борцов или спортсменов. Расскажи про то, какой ты в обычной жизни. Вот, например, на ковре ты боевой, да, на ковре ты настоящий воин. В обычной жизни ты тихий, мирный, спокойный. Я же не могу себя оценку дать. Я там, какой человек, это все равно со стороны виднее, какой я на самом деле. Много друзей у тебя? Да. То есть, ты легко идешь на контакт? Ну, легко иду, но я не всех пускаю к себе. Я очень закрытый в этом плане. Я не отпускаю всех. Ну, есть друзья у меня, которым общаюсь, но есть предел друзей тоже, которых я считаю, ты должен быть открытым только со своей семьей. Это семья, это твоя крепость. Одно твое хобби мы уже знаем, это рыбалка. А вот помимо рыбалки, есть ли что-то, что тебе еще нравится? Как ты любишь проводить свободное время? Вот, многие спортсмены любят в футбол играть, там разные. Вот, в этом плане я вообще нулевой. Я не люблю игровые виды спорта и не умею играть. Меня никогда не тянуло компьютерные игры. Я не знаю, у меня нету притяги к этому. А вот, не знаю, я люблю как бы природу, пойти в лес, отдохнуть, сделать шашлык. Чисто вот на свежаке, вот тени птиц, звук, вот это. Тем более, что в Кайкенском районе такая великолепная природа, лес, море рядом. Вечером на море, допустим, погулять. Что бы ты пожелал себе и своим партнерам по сборной на предстоящем чемпионате Европы? В первую очередь, чтобы все обошлось без травм. Нету, наверное, такого человека, который хочет проиграть, хотят выиграть. Я бы хотел пожелать, чтобы то, что у них в душе, на сердце, чтобы это сбылось. Здоровье, самое главное. В конце интервью мы устроили спортсмену небольшой блиц-опрос. Победа на домашнем чемпионате Европы или чемпионат мира? Домашний чемпионат Европы. Хаджи Алиев или Владимир Ханчегашвили? Владимир Ханчегашвили. Проход в ноги или перевод? Проход в ноги. Футбол или регби? Регби. Бокс или ММА? ММА. Турник или Бруссиа? Турник. Горы или море? Море. Айфон или Самсунг? Айфон. Книга или кино? Книга. Хинкал или Куриный суп? Куриный суп. И последний вопрос, он с подковыркой, но я думаю, что ты оценишь. Шкода или Приора? Шкода. С нами был Илья Сбикбулатов, чемпион Европы по спортивной борьбе, который на предстоящем домашнем чемпионате Европы имеет все шансы повторить этот успех. Вячеслав Абдусаламов, Ариб Ибрагимов. Специально для Федерации спортивной борьбы России. Федерации спортивной борьбы России.